Всем привет! Меня зовут Сева. Сегодня Модеклад занимает работу с сенсорными событиями. Давайте я вначале немножко подробнее представлюсь. Меня зовут Сева. Я руководитель разработки интерфейсов в Яндекс-бравочнике совсем недавних пор. И так получилось то, что я уже слежу за сенсорными событиями в браузере уже 6 лет. На самом деле, когда я готовил этот слайд, я с этого слайда убрал цифру 5 лет и поменял на 6. Я, кстати, первый раз рассказывал в Шильге похожий доклад на похожие темы. Как все началось? Давно, где-то лет 8 назад, когда я только вышел работать в Яндекс, я был разработчиком в команде JSAP Яндекс.Карт. И как раз таки, я уже не помню, это была одна из первых задач в первые полгода, но у меня была задача подружить JSAP.Карт с тогда еще совсем свежим браузером Internet Explorer 10, где появилась спецификация Point Revens. На это я немножко вперед забегаю. И, собственно, с тех пор периодически я к этой теме возвращаюсь и у меня есть один материал, который со времени меняется. Это еще очень интересно наблюдать, как один и тот же материал в течение лет становится тихонечку все проще, унифицируется. Раньше все было достаточно просто. Была мышка, была клавиатура и такой весь пользовательский вот браузер и, по сути, по большей части ими ограничивался. Все поменялось где-то лет, уже даже не помню, 11-12 назад, когда появился iPhone, потом Android и появилась необходимость в сенсорном управлении. До этого был, допустим, Windows Phone, там был стилус, но браузеры, скорее всего, там реагировали просто как на обычное нажатие мышки. То есть никакого мультитача там в помене не было. И так исторически сложилось то, что мы сейчас на руках имеем аж две спецификации для работы с сенсорными событиями для того, чтобы отслеживать нажатие пальцев на экран. Ну, в браузере это Touch и Avancy Point. Они обе сейчас валидны. И, собственно, в этой докладе я расскажу, почему так получилось, как сейчас с этим жить. То есть их можно сейчас использовать одновременно. Ну, вначале еще такой небольшой дисклеймер. А почему я буду рассказывать именно про нативные спецификации, нативные события? Почему не буду рассказывать про какие-то конкретные библиотеки? Ну, есть лично мое мнение то, что важно знать, как все работает под капотом. Ну, то есть если человек, допустим, хорошо знает, как работает JavaScript, то он достаточно легко, ну, он спокойно может начать писать на TypeScript, и разберется, как работает React, Angular, Vue. В принципе, ему будет все равно какой преборк использовать. Не придется переучиваться. Ну, и вторая причина — это просто-напросто несложно. Часто некоторые библиотеки, проборки предоставляют, как по мне, даже более сложные интерфейсы, чем нативный интерфейс, который предоставляется браузером для решения стандартных задач. Ну, то есть, словом, реализовать свое поведение свайпа порой занимает буквально несколько строчек на TouchEvance. Вот. Начнем с TouchEvance. То есть, начально пробежимся по обеим спецификациям, потом я расскажу, как использовать одновременно, и расскажу про решение типовых задач, ну, в котором сталкиваются разработчики, когда им нужно обрабатывать жесты. Например, там, допустим, swipe, one touch, zoom. Может, вы видели, это есть сейчас и в Google, и в Яндекс.Картах. В Яндекс.Картах — это отдельный модуль, он там в API получается. Где ты можешь зумить буквально одним пальцем, два раза тапаться на одно и то же место и двигать по пальцам вверх-вниз. Ну, и более привычные сенсорные события, например, пинч-ин, пинч-аут, различные повороты. Ну, пробежимся по основным. Итак, TouchEvance. У нас сейчас две спецификации, потому что когда-то крупные компании не договорились, ну, это если вкратце. TouchEvance была предложена компанией Apple, стала рекомендацией в 2013 году, но была реализована в браузерах, значит, он раньше, по-моему, еще в 2010-м. Там, вначале с префиксами, ну, знаете, стандартную процедуру принятия какого-то, какой-то спецификации. Вначале становится драфт, потом драфт переходит по нескольким стадиям, доходит, по сути, до релиза кандидата и становится какой-то момент рекомендации для всех браузеров, чтобы они реализовали эту спецификацию. Но даже после того, как спецификация становится рекомендацией, не все браузеры в момент ее поддерживают. Основная особенность TouchEvance то, что это очень простая спецификация, и она предназначена для работы с касаниями. То есть в основе спецификации лежит, скажем так, вся рука пользователя. То есть если человек поставил три пальца, два пальца на экран, то будет приходить информация сразу же про все пальцы. Поддержка браузеров на данный момент стопроцентная. Как раз таки это один из тех моментов, про которые я рассказывал, как интересно было смотреть, как вот эти все в течение последних 8 лет вот эти все лампочки над браузером потихонечку загорались, причем по разным причинам. Ну, то есть, как видно, сейчас поддержка стопроцентная, только лишь в Safari стоит желтый флажочек с пометкой то, что это именно в мобильном Safari. В стопной Safari до сих пор TouchEvance нету. Ну, то есть даже если просто открыть консоль и ввести объект TouchEvance по всех остальных браузерах, сейчас это будет. А по поводу различных причин, например, то, что случилось с движком с Internet Explorer и впоследствии с Edge, что в какой-то момент браузер поменял движок и, по сути, тоже стал работать на Blink. Ну, как бы у него есть сейчас небольшие отличия, но отличий, в принципе, мало с Chrome получилось. По факту у нас сейчас есть Blink, есть Gecko Firefox и есть WebKit от Safari, который, в принципе, от Blink отличается, но не так сильно. Раньше поддержка браузера была значительно хуже, поэтому часто в ходе приходилось как-то маневрировать, выбирать Touch или PointRevance. Сейчас можно использовать уже и то, и другое. Собственно, начало работы со спецификацией TouchEvance начинается просто с подписки на события, например, события TouchStart, и дальше в событие приходит объект, который содержит массив касаний. Ну, в данном случае, как то, что я говорил, человек ставит три пальца на экран, приходит массив с информацией о каждом из пальцев. Объект содержит различные поля, ну, среди которых, наверное, самое важное, это PageX, PageY, там, ScreenX, ScreenEver и так далее. Есть там, допустим, еще силы нажатия, но они обычно реже используют. Самое главное – это просто положение. А если нужно отловить момент именно изменения касаний, к примеру, человек ввел один палец по экрану и потом добавил в какой-то момент второй, а такие задачи тоже есть, то это можно сделать при помощи массива ChangeTouch, который приходит буквально один раз, когда добавляется именно новое касание. Ну, то есть, к примеру, как это работает, например, человек ставит первый палец, приходит TouchStart, он вводит, происходит событие TouchMove, все то же самое при мышке, дальше человек ставит второй палец, приходит событие TouchStart уже на второй палец и последующий TouchMove будет уже в Touch содержать уже информацию о двух касаниях. Обычно достаточно просто читать эти поля, не обязательно их куда-то аккумулировать, нежели как спецификации pointer. Эмоции про такие различия я чуть попозже еще сейчас расскажу. Если посмотреть на сами события, их вообще очень мало, всего четыре. В принципе, по названию все понятно, что происходит. TouchStart, TouchMove, TouchEnd, начало движения и окончание касания. Еще есть событие TouchCancel. Оно происходит, когда жест был прерван. Чаще всего это происходит из-за стандартного поведения браузера. То есть ты ставишь палец на элемент, начинаешь его двигать, а у тебя нету какого-то обработчика и начинает, допустим, двигаться вся страница. Если ты хотел приблизить картинку, даже лучше вот вернусь, к примеру, к карте, ты хотел приблизить объект на карте, изменить ее масштаб, а почему-то карта не сделала обработку событий и где-то выстреливает события TouchCancel и начинает масштабироваться вся страница. Стандартное поведение в TouchChallenge это движение всей страницы, ну вот изменение масштаба, ее скролл и так далее, и эмуляция событий мышки. Это поведение до сих пор еще актуально, то есть там ставится палец на экран, приходят события в начале Touch, потом происходит какая-то задержка и происходит событие мышки. Вот эта задержка очень сильно зависит от конкретной системы, от конкретной версии браузера и на конкретную цифру лучше вообще никогда не завязываться. Это где-то вроде 300 миллисекунд, но в каких-то версиях Android это было 250, в каких-то 200 и 150, то есть где-то это даже больше, чем 300 миллисекунд. По сути, это было сделано для того, это такой оставшийся рудимент переходного периода, когда появились спецификации TouchEvance, люди еще не привыкли пользоваться сенсорными экранами в принципе. И людям, пользователям телефонов, пользователям даже, можно сказать, айфонов, потому что до TouchEvance только лишь в Safari был, нужно был какой-то визуальный фидбэк. То есть ты тапаешь по экрану, успеваешь убрать палец и видишь, как страничка реагирует спустя треть секунды после твоего нажатия. Ты видишь то, что что-то происходит. Сейчас уже такой необходимости в этом нет, потому что все плюс-минус привыкли к какому-то другому фидбэку. Ну или то, что что-то сразу происходит. Скорее даже это раздражает, если ты начинаешь что-то делать. И что-то происходит спустя 300 миллисекунд. Допустим, ты хотел приблизить какой-то кусочек карты, а он начинает как-то рывками двигаться. Скорее сейчас уже на это обратишь внимание. Плюс еще во многих устройствах просто со временем появились различные тактильные отдачи, какие-то вибрации. В общем, люди уже привыкли использовать сенсорные события. Скажем так, в этом нет сейчас необходимости, но из-за того, что это тоже часть спецификации, это поведение все еще поддерживается. Ну и плюс в целом есть, наверное, старые браузеры, в которых вообще не были адаптированы под сенсорные события и все еще работают на событиях мышц. Там они тоже должны приходить и тоже должны продолжать работать. А стандартное поведение отменяется классическим методом, например, Depout. Вы вызываете его на событиях, допустим, TouchStart, у вас перестает скролить страница и приходить события мышц, потому что вы уже сами дальше отвечаете за поведение элемента, как он должен реагировать на это событие. Ну, как я и обещал, спецификация достаточно простая. Есть еще пара моментов, на которые надо обратить внимание. События жестов, вот все Touch события как бы прилипают к элементу. То есть, если ты ставишь палец на какой-то элемент, допустим, классический пример, та же самая карта, начинаешь ее драгать именно картам. И стандартное поведение GSAP-карты это смещение самой карты, не смещение всей страницы. Ты ставишь, драгаешь, продолжаешь там что-то изменять, а в какой-то момент у тебя палец попадает за пределы карты. Ну, наверное, сейчас представили в голове картину Яндекс-карты, которая открывается на полный экран. Но GSAP-карт может быть использована как угодно. Час, например, на лендингах это какая-то полоска в интерфейсе, и, соответственно, там есть все-таки достаточно большие рамки у карты. Но, тем не менее, TouchEvance прекрасно себя чувствует. Если событие было начисто на одном элементе, то пока ты не отпустишь палец от экрана, события будут приходить на этот элемент. Соответственно, ты как бы будешь драгать карту даже за пределами карты, если ты изначально палец поставил на нее. Ну, и, соответственно, придет TouchEvance, когда ты опускаешь палец даже за пределами этого элемента. Если ты поставишь один палец на элемент, а второй поставишь уже за пределами элемента, допустим, решил к краешей карты приблизить жестом Pinchin, то второе событие TouchEvance также привяжется к этому изначальному элементу. Про TouchEvance все. Теперь перейдем к PointRevance. Эта спецификация чуть поновее. Она была предложена компанией Microsoft. Вот как раз таки в то время, когда TouchEvance уже приняли, PointRevance уже тоже была реализована в браузерах Internet Explorer 10.11, потом в первой версии Edge, и стала рекомендацией с 2015 года. Плюс еще эта спецификация получила второй уровень, то есть небольшое обновление в 2019 году, где по большому счету не было прямо уж существенных изменений, они скорее просто причесали формулировки, чтобы браузеры чуть меньше различались в поведении. Хотя на самом деле от себя добавлю, что формулировки до сих пор остаются местами очень разбытыми, и про один кейс я тоже расскажу. В чем главное отличие PointRevance от TouchEvance? Это то, что происходит работа с указательными. То есть если в TouchEvance фиксируется вся рука, то в этом же кейсе PointRevance фиксируется каждый отдельный палец. То есть ты ставишь там три пальца на элемент, тебе приходят три отдельных события, будут приходить три отдельных события, которые начинаются с поинтеров и что-то там дальше. Почему так сделано? Компания Microsoft изначально пыталась придумать более абстрактную спецификацию. То есть если TouchEvance изначально разрабатывались именно для сенсорных событий, именно для пальцев на сенсорном экране, то PointRevance разрабатывались как и для мышки, и для стилуса, и для пальцев. Для этого там есть различные поля, и поэтому спецификация выглядит более абстрактной. В принципе, возможно, даже есть ситуация, хотя, конечно, большая система зависит. Это я тоже куда-то тестировал. Ну, знаете, есть вот Windows гибридные ноутбуки, Surface раньше были. Я одновременно тестировал нажатие пальцев стилуса, и события также в проливе приходили. Это, конечно, очень странный кейс, но тем не менее. То есть совершенно там все в порядке, работало и обрабатывало этот кейс. А вот события мышки там были проблемы. Текущая поддержка спецификация PointRevance стопроцентная, она поддерживается везде. Она принималась, ну, наверное, по мне, чуть менее охотно в браузер, потому что, по-моему, в Firefox ее в какой-то момент включили в продакшн, потом в какой-то мажорной версии его убрали обратно за флаг, спустя два года вернули. Safari так вообще, по-моему, в 2019 году только с PointRevance с Level 2 применила эту спецификацию. Ну, собственно, Edge и Chrome достаточно давно поддерживают эту спецификацию. Еще забавно, что сейчас, получается, в Edge та же самая реализация, что и в Chrome в плане поведения. Раньше в спецификации есть один неявный момент, в котором я все анонсирую, что расскажу. И раньше это поведение достаточно сильно влияло на работу. Сейчас уже такого нету, но про это поведение со мной надо будет помнить. Работа с PointRevance, как я говорил, происходит тоже через события. Допустим, подписываемся на события PointerDown — это начало касания или начало нажатия, скажем так. Приходит событие, у которого есть поле PointerType, которое сейчас может быть Touch, Mouse, Pen. Ну, по названию понятно, что это. Это касание, это мышка, это стилус. Или там может быть еще UnderPaint, если браузер не смог определить, что это за устройство ввода. Ну, в теории, в будущем, может быть, не знаю, человечество встретит пришельца и придется поддерживать еще какие-нибудь чупальцы или что-нибудь такое. И будет неполиткорректно называть это просто там Touch. Также сам вид спецификации можно подтолкнуть на мысль о том, что с Pointer сложнее работать с жестами, с одновременными, ну, в нашем случае вот есть мы работаем с пальцами, одновременно с несколькими нажатиями. Ну, да, там приходится писать больше оберток над стандартными событиями, но, тем не менее, эта работа не такая сложная. Для этого нам помогает идентификатор указателя, то есть если ты поставил палец или стилус, у него всегда будет Pointer ID одинаковый и ты точно знаешь, какой палец за что отвечает. Есть и другие поля, к примеру, тоже силу нажать, наклон стилуса, но они обычно редко используются, наверное, в каком-нибудь специальном, ну, специальных редакторах графики где-то, в зависимости от угла наклона немножко меняется вид кисти. Если посмотреть на полный список всех событий PointerEvance, то видно, что их значительно больше, чем в TouchEvance, но если во многих из них заменить Pointer на mouse, получится все те же самые события мышки. Это тоже было сделано намерно. То есть спецификация PointerEvance как бы разрабатывается таким образом, чтобы, как бы, да уже раньше я говорил в будущем, наверное, уже сейчас в будущем уступило, можно MouseEvance, по сути, уже не использовать, ну, если только не поддерживать старый браузер, а просто сразу уже использовать только PointerEvance. Кроме трех событий, это PointerCancel, LotPointerCapture и LostPointerCapture. PointerCancel работает точно так же, как TouchCancel, когда браузер перехватывает поведение, там, допустим, scroll страницы или какое-нибудь другое, или, допустим, если... Ну, сейчас, если честно, я это не проверял, раньше события еще приходило, когда у тебя указатель попадал на iFrame или, допустим, FlashPlayer. Ну, сейчас уже это совсем неактуально, но, тем не менее, раньше было какую-нибудь вставку браузера. А два события, LostPointerCapture и LostPointerCapture, я сейчас расскажу для чего нужное. Когда... Pointer события приходят ровно в том же самом порядке, что и события мышки. То есть, когда ты мышку наводишь на элемент, у тебя вначале приходит событие Over, Enter, а потом, когда ты нажимаешь клик, происходит событие Down. Вот в случае пальца стилуса придет последовательно три события. Over, Enter и сразу же Down. Ну, с мышкой придется точно так же, как и события мышки. У PointerEvents есть... Тут мы подходим к неочевидным моментам. несколько неочевидных моментов. Многие сбивают с толку то, что PreventDefault в событиях не работает. То есть, ты, например, не можешь заблокировать движение страницы через PreventDefault в событиях Pointer. Стандартное поведение в PointerEvents это именно движение всей страницы, там не происходит эмуляция мышки. Как-то таковая. В принципе, только решет. С этим и надо бороться. И тут достаточно странная, как по мне, вещь была реализована спецификация. Поведение браузера определяется CSS-свойством. Как бы, изначально CSS разрабатывался как каскадная таблица стилей, именно управление внешним видом элементов. Но в какой-то момент туда стали добавлять и поведение, то, как должен реагировать браузер. Это, в принципе, не только в PointerEvents происходит. К примеру, есть, по-моему, до сих пор еще не принятая спецификация про скролл элемента с overflow, что он там должен доскроливать до следующего div в элементе. Сейчас я уже не помню, как называется, что, в принципе, тоже это проверяется в CSS. Но, в целом, нельзя сказать, что это внешний вид. Теперь поведение тоже описывается в CSS. Так вот, если вы хотите запретить браузеру выполнять свое стандартное поведение, масштабировать и двигать страницу, надо навешивать элемент CSS-свойства touch action со значением none. Можно там и другие значения, к примеру, ограничить по белому списку только лишь, как должен реагировать элемент. Но чаще всего это не нужно. Просто все подписываются на touch action none. Первая мысль, которая приходит в голову, как это побороть, это навесить CSS-свойства через JS, и это не работает. То есть это будет работать со следующего нажатия, но вот в момент срабатывания pointer down, даже на фазе захвата, браузер сам будет перехватить управление. Поэтому единственный шанс это из-за решения это повесить заранее, или есть еще один хак, про который я расскажу чуть-чуть попозже в следующем разделе. Как я и говорил, pointer Evans предназначен для работы с отдельными указателями, но если нужно реализовать какой-то multistouch поведение, тот же pinch или rotate, нужно фиксировать положение нескольких пальцев. Обычно это делается просто созданием хэша, в котором состоится один обработчик pointer down, допустим, и в хэш складывается по ID-шникам указатели, и дальше уже происходит с ними работа как в спецификации touch Evans. Ну, как я говорил, немножко больше работы, но в целом ничего особо критического нет. У pointer Evans есть и другие особенности. Ну, как бы не особенности, а скорее отличия от touch Evans, но чаще всего это рассматривали именно как особенности, потому что touch Evans, получается, появилось, ну, значит, оно раньше, там, года на 3, чем pointer Evans, и pointer Evans всегда жил в сравнении touch Evans. Если ты ставишь палец на элемент, дальше двигаешь палец на элемент, то в какой-то момент у тебя палец может выйти за пределы элемента, тогда происходит событие pointer-leaf, и все, события перестанут переходить. Это вот основное отличие от touch Evans. но и тут не все так просто. Чтобы побороть это поведение, есть спецификация, добавляет в HTML элементы два метода set pointer-capture или pointer-capture, которые как раз таки реализуют такое поведение. То есть по pointer-start, pointer-down, ты вызываешь, вы вызываете send pointer-capture, передаете идентификатор это в нажатии, и все. Палец будет уже как бы прилеплен к элементу и будет выходить за пределы, при выходе за пределы элементы события со мной будут приходить на этот элемент. То есть точно такое же поведение, как и в touch Evans. Самое забавное, что когда там интернет на Epic Store 8, кажется, или в 7, был похожий механизм для капчеринга событий мышки. К счастью, по-моему, там давно этого же интерфейса нет, он никогда не был статизирован, просто интересно, что назывался как-то очень похожий, я уже забыл как точно, ну тоже как-то сет-capture или что-то такое. Ну, собственно, да, будет происходить pointer-up, даже за пределами элемента, если событие было закапчерено, и его лучше, конечно, очищать. Как бы pointer, ну то есть вызвать релиз pointer-capture, чем pointer-up, потому что в теории сейчас уже такого нету, то есть часто браузер как идентификатор поинтеров использует timestamp или просто каунтер нажатий, но бывали в старых, ну, по-моему, спецификация это никак не регламентируется, в теории могут быть коллизии, поэтому лучше на всякий случай с собой все удалять. Хотя, может, уже это, конечно, рудимент. Здесь же зарыто еще одно очевидное поведение спецификации pointer, про которое надо знать. Спецификации есть вот такой абзац, ну, не обязательно сейчас в нем учитываться, но о чем тут идет речь? О том, что браузер при желании может сам вызывать, ну, по сути, вызывать метод set pointer-capture на свое усмотрение. И вот одно время, когда Edge еще был на своем движке, я совершенно забыл, как он называется, Strident, по-моему, а Chrome начал реализовывать, начал поддерживать спецификацию pointer-events, было разное поведение браузеров, то есть как раз таки Edge реализовывал как бы чистое поведение без капчеринга, ты ставишь палец на элемент, выводишь его за пределы, все события потеряны. А Chrome реализовывал поведение по умолчанию как в тачах, то есть включал как раз таки по умолчанию этот капчеринг. Поэтому, по идее, сейчас, если ты используешь если ты используешь события, pointer-события, и хочешь отследить, не навешивает ли браузер капчеринг сам, а Chrome сейчас это делает, то надо писать такую конструкцию по pointer-down, has pointer-capture и вызывать релиз. Код, конечно, можно написать более сложным, ну, то есть, к примеру, можно проверять тип касания, то есть, допустим, Chrome сейчас не капчерит события мышки или, ну, допустим, капчерит, по-моему, только события пальцев и стилусов, но по спецификации это никак не рекоментировано. к любому моменту это поведение может быть отключено спокойно, потому что все в рамках спецификации. В принципе, вот почему в законах должны быть очень четкие формулировки даже в W3CM. Что еще можно рассказать интересно про point-revens, что, ну, если забыть про историю, про то, что браузер может сам включать капчеринг, капчеринг можно включать на разные элементы, то есть, ставишь один палец на элемент A, второй на элемент B, и там и там вызываешь set point or capture, не обязательно на одно касание, начинаешь двигать за пределами экрана, у тебя события приходят на два разных элемента. В первый раз, когда я с таким сталкивался, это меня немножко взрывало мозг. Ну, теперь придем еще к более интересной теме совместной работы этих двух спецификаций. Так как сейчас все браузеры, как мы вспомним, поддерживают все спецификации, ну, можно считать, что и 100% там и там. Раньше он процент был меньший, и как бы были браузеры, Chrome был первым браузером, где поддерживался и то, и другое. И было интересно понаблюдать, как вот эти спецификации выживаются вместе. Да, в целом, спойлеры, они выживаются нормально, можно спокойно подписаться на pointer, down, и, допустим, на touch start, touch move, и все события будут приходить. Приходить они будут в такой последовательности в случае с пальцем, ставишь палец на элемент, приходит pointer событий, потом приходит touch, потом проходят вот эти магические 300 миллисекунд, и еще и события мышки приходят. Так что, можно подписываться на что угодно. Но это все позволяет, к примеру, обходить ограничения спецификаций. Вот то, что я рассказывал про отмену стандартного поведения pointer events, легко достигается тем, что вы можете работать с поинтерами и навесить один touch start, который называется prevent default, и все, стандартного поведения браузера уже нет, не обязательно навешивать это через CSS, именно тот хак, который я рассказывал. Ну, и можно ее обратную сторону, можно использовать спецификацию touch events с CSS свойством touch action. Тут еще забавно, что многие браузеры это CSS свойство из спецификации pointer events приняли раньше, чем саму спецификацию. В общем, забавно, что некоторые браузеры, по-моему, даже так за три не хотели принимать спецификацию, но какой-то кусочек спецификации понравился, его и приняли. Также интересно наблюдать, когда ты подписываешься на события и touch, и pointer, начинаешь, допустим, вводить пальцы за пределы элемента, за пределы элемента, а браузер не делает автоматический captioning. Тогда, получается, у тебя touch события продолжают приходить, а pointer события сокращаются. Ну, про это тоже надо помнить, если, там, ты, ну, собственно, работаешь с указателем. А что в будущем? Я говорил, что спецификация pointer events получала обновление, сейчас готовится документ, ну, собственно, третьей версии, Level 3, но в нем пока, по-моему, ничего вообще нет. То есть я даже не нашел, чтобы какие-то формулировки особо поменялись, три, кажется, вообще 2000, сейчас, кажется, в обе спецификации перестали, в принципе, развиваться. Ну, как бы, прямо уж так активно, как раньше. Потому что, в принципе, текущих спецификаций уже более чем хватает. то есть, то есть, можно сказать, что она уже, как бы, запинализировалась, наверное, что-то в будущем, может быть, появится. Кажется, пока в ближайшие, там, лет 5, наверное, точно ничего происходить не будет. В touch events также есть драфт второй версии, в которой, ну, самая громкая фишка, которая там появилась, это поддержка стилуса. Несколько лет назад вышел iPad Max, где появилась поддержка стилуса, и в touch events добавили вот старый интерфейс, силу нажатия, угол наклона этого стилуса. По-моему, даже это уже было принято в Safari в этот момент, публикация. Но, кажется, что в этом тоже нет особой необходимости. С 19-го года, как левел была, был предложен, он дальше никуда не двигается, потому что эту задачу можно прекрасно решать через pointer. То есть в данном случае сейчас, когда уже все недопонимания между компаниями, между спецификациями улеглись, и по поддержку обеих спецификаций фактически стопроцентная, эти спецификации друг другу очень хорошо добавляют. Под конец я расскажу немножко про стандартную работу с жестами. Тут все достаточно просто, значительно проще, чем многим кажется. ну, к примеру, вам надо сделать обработчик жестов свайп. Ну, свайп с влево, вправо, ну, или one-touch zoom. Вам достаточно просто сравнить координаты касаний, ну, я там писал, touch с 0 и 1, это нужно сравнить старое, старое касание и новое касание, потому что во всех спецификациях и touch pointer вы будете работать с последовательностью в касании следить, как меняется положение пальцев на экране. В случае, если вам нужно найти центральную точку, а это бывает нужно, к примеру, для того, чтобы сделать скейл именно в ту точку, которую тапнул пользователь. Ну, допустим, человек решил приблизить лицо на фотографии, ставит пальцы на это лицо и начинает его приближать. Он ожидает, что именно вот эта область под пальцами будет увеличиваться. Просто находим среднюю точку между нажатием. В принципе, это можно сделать с двумя истями с большим количеством точек. Точно так же для этого жеста нужно часто находить расстояние между указателями, достаточно просто вычесть касание, разницу, получить разницу между координатой, допустим, первого и второго касания в рамках одного массива. Я понял, что у меня на слайдах тут немножко запутано. Я за это извиняюсь. Запутано на два слайда назад с тем, что надо было сравнивать с предыдущими касаниями. Выглядит так, как будто бы с теми же самыми. Место вывода. Ну, вывод как таковой достаточно простой. Сейчас есть две спецификации, можно их спокойно обе использовать, какие больше нравятся. По спецификациям видно, что Touch Amos подходит для решения мульти-тач задач. Ну, то есть, когда нужно работать с Touch Amos удобнее работать, когда ты работаешь именно с пальцами и с несколькими пальцами на экране. Ну, допустим, какие-то жесты, как уже много раз пинчинь, пинчаут. Какие-нибудь более редкие случаи, когда делают какие-то жесты, там, допустим, три-четыре нажатия, уходят вверх-вниз. Сейчас, сейчас на системах, допустим, делается стэншот экрана, также можно что-то реализовать и в браузерах. Это, в принципе, редкий класс задач. Пойнтер же создавался, да и сейчас используется, как такой более низкоуровневый и более абстрактный интерфейс, который требует более точной доводки, но зато при помощи него можно реализовать какое-нибудь интересное поведение, ну, допустим, в игре или в каком-то графическом редакторе. Ну, то есть, там есть на чем разбираться. Плюс, Пойнтер выглядит как полная замена событий мышки. То есть, в принципе, сейчас можно, если поддерживать только актуальный браузер, в принципе, вообще уже не используют события мышки, используют только же события поинтера. Под конец хотел добавить такую забавную череду слайдов, что вот у нас есть TouchEvents, спецификация у нас есть спецификация PointEvents. PointEvents есть CSS-свойство TouchEvents, которое никак не связано со спецификацией TouchEvents и является частью квалификации PointEvents. Кроме всего прочего, есть еще CSS-свойства PointEvents, которые вообще ни с чем не связаны ни с TouchEvents, ни с PointEvents, хотя называется точно так же. Это свойство пришло из мира с CSS и позволяет сделать события, как бы, позволяет сделать элемент, как бы, прозрачный для событий. То есть, вы можете повесить какой-то полупрозрачный элемент на всю страницу, навесить на него PointEvents с нам и все события через не только PointEvents, вообще все события мышки, TouchEvents и так далее, будут проходить насквозь, сквозь этот элемент, как будто бы его нету. И, как такое дополнение, еще и спецификация PointEvents. API, который тоже никак не связан ни с PointEvents, ни с CSS-свойствами, ни с CSS-спецификацией. Оно позволяет, по сути, тоже сделать capturing мышки, ну, или PointEvents и начинает в какой-то момент присылать события в относительных координатах. Чаще всего это нужно для, именно для игр. Ну, вдруг вы захотите сделать шутер от первого лица в браузере, вот как раз-таки тогда это нужно, чтобы мышка, по сути, не упиралась в границы окна и экрана. Можете бесконечно крутить в одну-в другую сторону, вверх-вниз. Так что, ну, надо не путаться в спецификациях и со всем этим разбираться, даже если это не бывает сложным. Спасибо за внимание. Вы, ну, сейчас будет время для вопросов, а я пока оставлю на экране последний слайд. ссылку на GitHub с примерами. там можно посмотреть, как работает pointer, touch. Я там сделал, по-моему, несколько примеров, просто как-то дополнительный материал. спасибо за внимание, чтобы ответить на ваши вопросы. за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. за внимание. Спасибо за внимание. за внимание.